Чудесный рождественский пейзаж. В старинном Успенском храме, что принято еще называть на кругу, несмотря на конкретный морозец, тепло и уютно. Это не только от горящих свечей и множества прихожан, от любви и доброты, что дарит только этот светлый праздник. Рождество – это очень семейный праздник. Мы его встречаем в храме, ходим на дневную и на ночную службу. Мне очень нравится ночная служба, у меня есть особое очарование. Ирина Герасименко приходит в храмы в утренние часы, но считает, что такие ночные службы дают больше возможностей для переосмысления себя и окружающего мира. Рождество – это вообще самый светлый праздник, один из любимых моих праздников, я его очень люблю. И я считаю, что в этот праздник должно случиться какое-то чудо, я жду его. Может быть, когда-нибудь случится, мне может быть, что-то вам в чем-то повезет. Общая молитва в эту чудесную рождественскую ночь сплотила прихожан разного возраста, профессий и социального статуса. Удивительную атмосферу праздника создавало и одухотворенное, профессиональное церковное пение. Для меня это второй праздник после Пасхи. Это настолько прекрасно и подбор произведений, на которых мы росли, на которых культура воспитывалась церковно-певческая. Мы, конечно, стараемся все по максимуму привнести, максимально торжественности, максимально благодати. Встретить новый день в храме, да еще в такой светлый праздник, решились давние прихожане, которые отмечают особое единение душ и сердец. В такие минуты все надеются на самый благополучный исход всего задуманного. Большинство людей, Рождество Христово ассоциируется прежде всего со сказкой. Ну, как верующие люди говорят, с чудесами. И я хочу пожелать всем нам в этот праздник или маленького, или большого рождественского чуда. Пусть Господь дарует его то, которое каждому из нас нужно. Впереди святочные дни, в которые священнослужители рекомендуют не просто ходить друг к другу в гости, а утешать и поддерживать добрым словом и поступком тех, кто в этом очень нуждается. Галина Житкова, Виктория Филатова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.